Николай Гринчук в своей жизни успел освоить немало профессий. Шофер, тракторист, но самое яркое его воспоминание, когда криками Люба казаки Джигинки выбрали его своим атаманом. Возглавил я казачество, что люди мне поверили. Меня до сих пор они все уважают. Все хуторское общество в начале 90-х насчитывало 172 казака. Охраняли совхозные поля, порядок на сельских улицах, боролись с воровством. Раньше людей воровали на огородах, все приходили ко мне. Меня с дружиной выходили, вылавливали ночами. Ну, честно сказать, магазина на лавку, на площади выводили и плеткой бороли. И вы поверите, что прекратилось воровство. Одним из первых в Джигинке появился казачий класс. Через 10 лет Николай Гринчук передал булаву, символ атаманской власти, потомственному казаку с говорящей фамилией казаков. Новый атаман Виктор Казаков за 14 лет своей работы объединил общество. Вместе поправили экономическую базу. За этот период такой, не то что отбор прошел, то есть мы все притерлись, все взаимно такие, друг друга понимаем. Районный атаман держит руку на пульсе. Приорганизован казачий хор, который называется «Сотня». То есть там поют только казаки, и поем мы только казачьи песни. Не только песнями живет казачество. Совместно с участковым проводится обход села, выявляются правонарушители, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, берегут памятники истории. Особое место в душе казака занимает православная вера. Кому здесь на Кубани, как ни казаков, обращаться к православному священнику и к приходу. Казаки активно помогают и трудятся во славу Божию. Хуторское общество расширяется. Сюда пришли уже дети и внуки тех казаков, что стояли у истоков возрождения казачества. Для Николая Гринчука и сегодня живы вековые идеалы. Казаком – это хранители домашнего чада. И казак должен не только свой очаг охранять, а очаг жителей того поселка, где он проживает.